Всем привет! С вами опять Игорь. Сегодня попробуем оценить, посчитать в цифрах, оценить, какое же отопление лучше, эффективнее и дешевле электрокотел или тепловой насос. Ну, вообще-то, для меня это не вопрос. Тут вообще для меня никакого вопроса нет, но заметил, гуляючи по ютубу, смотрю там всякие видео про отопление, какие-то интересные решения, ищу, заметил, что для людей это вопрос. Да, это действительно вопрос, какое отопление лучше. Там вот тоже на одном канале я переписывался с одним хозяином канала, он сделал теплые полы и сам сделал электрокотел, самодельный электрокотел, там вставил в него 3 тена по 5 киловатт, 3 тена по 5 киловатт. Ну и я ему написал, что они захотели тепловой насос сделать, все такое. Он мне написал, что это дорого, да, что это дорого. Ну, 3 тена по 5 киловатт, наверное, выйдут ему дешевле, да. Вот, ну вот сейчас попробуем разобраться, какое же отопление, ну, дешевле. Ну что, действительно, для человека может быть не совсем понятно, когда он вот, например, заходит в магазин, смотрит там электрокотел, 2-3 тысячи гривен, ну, примерно, я там точно не знаю, сколько они стоят, но они недорогие. Тепловой насос 80-100 тысяч гривен, ну, можно и дешевле найти, я потом в конце видео расскажу немного про украинские тепловые насосы, есть такое производство уже, они намного дешевле. Вот, ну и, конечно, сразу вот так вот, 8 разница в цене, да, я лучше возьму электрокотел, даже если эффективность, ну, мы сейчас посчитаем в последующие годы в эксплуатации, чем оно будет отличаться отопление электрокотлом и отопление тепловым насосом. Посчитаю я на своем случае, собственно, не буду брать никакие другие случаи, вот, свой дом, сколько он потребляет. Итак, мой тепловой насос, я уже так прикинул примерно, потребит за отопительный сезон примерно 1000 кВт-часов, ну, я там немного больше надбавил, хотя он меньше потребит, потому что у меня еще, кто не знает, там у меня еще есть солнечные панели, они тоже неплохо помогали, в октябре, вот, поддерживали температуру в доме, грели бойлер, вот, и дальше тоже после нового года они будут неплохо помогать, плюс у меня еще добавился коллектор солнечный, который тоже, я рассчитываю, будет помогать, поэтому, вот, ну, ладно, допустим, нет у меня ничего, есть только тепловой насос, поэтому я посчитал по максимуму, это около 1000 кВт-часов, сожрет мой тепловой насос за отопительный период, за отопительный сезон, это там 6 месяцев, допустим, да. Итак, из этих 1000 кВт-часов, я, у меня стоит двухтарифный счетчик, кто не видел, смотрите, там у меня видео есть, получается у меня пользоваться тепловой насос, включать примерно 50 на 50, хотя ночной тариф, он у нас, получается, с 11 до 7 утра, это только 8 часов, это треть суток, третья часть суток, но я стараюсь так, чтобы включать половину времени ночью, по ночному тарифу, чтобы дешевле было, и половину времени днем, по дневному тарифу, там, ну, не получается, даже с теплоаккумулятором, включать его только по ночному тарифу, но это отдельное видео, я отдельно сниму видео, расскажу почему. Вот, получается так, если разделить эту 1000 кВт-часов на пополам, по 500 кВт-часов я потребляю по ночному тарифу и по дневному, у меня выходит по дневному тарифу 840 гривен, по ночному тарифу 450 гривен, ну, там, в два раза дешевле ночной тариф, то есть, за топительный период, 6 месяцев, я сожгу электроэнергию на 1290 гривен, это по сегодняшним ценам, это на конец 2020 года, вот, потому что скоро, я так понял, электроэнергия подорожает, там уже ведутся разговоры, вроде бы, ну, это слух такой, я еще не уверен, ну, вроде что-то по 270 хотят сделать, ну, это вообще будет капец. Так, 1290 гривен, да, я сожгу на отопление своего дома за отопительный сезон тепловым насосом, это по максимуму я взял. Дальше, если бы я топил электрокотлом, вот это, то есть, у меня эффективность теплового насоса примерно около 5, это значит, что 1000 киловатт часов он съел, для того, чтобы перекачать с земли мне в дом 5000 киловатт часов, то есть, вот это вот реальная цифра, сколько у меня в киловатт-часах уходит на отопление моего дома за зиму, 5000 киловатт-часов. Вот, теперь, вот столько бы съел бы электрокотел, если бы я топил электрокотлом, то есть, количество тепла будет одинаковое, что съел 1000 киловатт-часов тепловой насос и произвел 5000, что электрокотелка, это понятно, да, выразился? 5000 киловатт-часов, если считаем вот этот, вот у меня, там есть, правда, тариф для отопления, но я его не сделал, там такой геморрой с этим тарифом для отопления, короче, я просто поставил двухзонный счетчик и считаю, вот как у меня есть на сегодняшний день. Итак, эти 5000 киловатт-часов, опять же, разделить на две части, то есть, можно потреблять, ну, электрокотел бы, да, включался бы, там, ночью половину времени и днем половину времени, получается, за день, по дневному тарифу, он у меня бы за отопительный период, за зиму, напалил бы 4200 гривен, ночью он бы напалил 2250 гривен, вот, за ночь, за весь отопительный, всего в сумме, у меня получилось 6450 гривен съел бы электрокотел, если бы я отопился электрокотлом, это было бы одинаково, что я съел мой тепловой насос на 1290 гривен, что, какая разница, отнимаем 6450 минус 1290, у нас равняется экономия на тепловом насосе 5160 гривен за отопительный сезон, за один отопительный сезон, я сэкономил бы 5160 гривен. Теперь, самый главный вопрос, сколько мне обошелся тепловой насос, у меня есть там видео, кто не видел, смотрите, цена вопроса называется, в трех частях, вот, ну, я сейчас уже даже и не помню, что-то или 16 тысяч, или 17, но, хочу сказать, что у меня там было много, так сказать, лишних расходов, можно было бы реально сэкономить, довольно много, на том, чтобы не покупать инструмент для сборки теплового насоса, не покупать фреон, потому что я купил целый баллон фреона, 11 килограммовый, он у меня там еще остаток стоит, еще можно заправить, заправить раза 3 или 4 мой тепловой насос этим фреоном, не покупать вакууматор, например, вот это все можно было не покупать, поэтому я советую, если вы думаете сделать тепловой насос, просто соберите, соберите все части, компрессор, медную трубу, там, просуньте ее в эту, в полиэтиленку, там, все-все комплектующие, позвите холодильщика или кондиционерщика, у него все это есть, инструмент, фреон, вакууматор, он вам все это спаяет за 2 часа, буквально, буквально за 2 часа, он вам все это докупы сложит, спаяет, заправит, вот, вакуумирует, настроит, ну, пускай 3 часа, пускай 3 часа, и все, ему вам не надо будет, ну, у меня он просто сейчас лежит, этот инструмент для вальцовки, все, вот, если так считать, то он еще дешевле получается самодельный, ну, это отнять еще тысячи 4-5, как минимум, это лишний фреон, вакууматор, инструмент у меня остался, я же говорю, это, ну, примерно, пускай 1012 обойдется самодельный тепловой насос, если заказать услуги холодильщика, он все спаяет, если так рассчитывать, то мой тепловой насос, учитывая экономию, да, 5 160 гривен, окупится всего за 2,5 сезона, ну, да, 2, ну, 2-2,5, пускай 2-3, пускай 2-3 сезона, мой тепловой насос окупляется именно на экономии электроэнергии, а потом он начинает работать вообще за, да, ну, ну, что такое 1200, ну, хоть 1300 гривен, но у меня их и столько не выйдет, я же говорю, ну, что у меня еще солнечная есть энергетика, она мне еще помогает, у меня даже 1300 гривен не выйдет за отопление моего дома за весь сезон, ну, что это, 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 я считаю, что это не деньги, вот, поэтому, если кто думает электрокотел или тепловой насос, однозначно тепловой насос, может быть, ну, я для чего и сделал, у меня есть серия видео, кто первый раз смотрит, посмотрите, как сделать тепловой насос, там ничего сложного нет, и я всегда поощряю людей не покупать, а именно самим сделать, ну, что тут много плюсов, он намного дешевле выйдет, я вообще не понимаю, за что там дерут такие деньги, это тот же самый кондиционер, даже по мощности, если взять, если там холодильник, он меньше мощности, но кондиционер это вообще то же самое, вообще, но там цена на тепловые насосы, ну, я не знаю, там зашкаливает, особенно эти европейские, там, Нибетти, Вайланд, Данфос, ну, это вообще, я не понимаю, за что там берут такие деньги, вот, ее можно сделать намного проще, дешевле самому, и будет, в принципе, то же самое, в принципе, то же самое, все будет работать, вот, нашел я, ну, даже если кто-то может сказать, ну, не могу я сделать самодельный тепловой насос, все такое, не получается у меня, или еще каким-то по другим причинам, вот, не смогу, и все, хорошо, я вот нашел на, в интернете, есть в Украине фабрика тепла, ну, это не реклама, это просто самый дешевый тепловой насос, что я нашел, правда, есть еще на АЛХ, но там какие-то вообще они кустарного производства, а это заводские украинские тепловые насосы, фабрика тепла называется, марка Сенсо, или как там, да, Сенсо, вот, на 60 квадратных метров, модель есть 33 тысячи гривен, вот, ну, я не знаю, можно и дешевле найти, может быть, я не знаю, но это наш украинский, я думаю, дешевле, там практически все то же, что у меня, только еще компрессор, даже еще слабее, там от семерки кондиционера компрессор стоит, а у меня от девятки, у меня немножко мощнее, вот, и там пластинчатые теплообменники, красивая коробочка металлическая, там термометры, регуляторы, циркуляционный насос, все внутри есть, только подключай наружный контур, воду, внутреннее отопление и все, и грейся, он стоит 33 тысячи гривен, вот такой вот тепловой насосик, даже если посчитать, что вот купить за 30 тысяч гривен тепловой насос заводской, и вот эта экономия, да, 5 тысяч 160 гривен, то он у нас получается окупится за 6 лет, да, почти за 6 лет у нас покупится даже заводской тепловой насос, а после 6 лет он уже будет работать вам на много, ну, как я уже сказал, в разы, в разы дешевле, даже, я считаю, что это даже для заводского теплового насоса, это немного, хотя лучше, конечно, сделать самодельно, я не знаю, за что там 30 тысяч, 33 берут, если там практически все то, что у меня, это по комплектующим, там даже 10 тысяч, ну, десятка может и наберется, да, тысяч 10 может и наберется по комплектующим, а тут 30, ну, видите, разница, поэтому я говорю, лучше сделать самому, это намного будет дешевле, еще я вам хочу показать тоже табличку, тут же на сайте, где вот эти вот тепловые насосы, ну, это затраты на отопление разными видами топлива, сейчас попробую настроить ее, эту табличку и показать вам, ага, вот, видно, да, вот, вид топлива, тепловой насос, природный газ, электроэнергия и твердотопливный котел, пилеты, вот, затраты топлива за час, коэффициент использования 0,8, ну, я так и не понял, что это за коэффициент использования, затраты топлива за месяц, ну, это в кубах, киловаттах, стоимость за месяц в гривнах, вот, видите, первая самая тепловой насос, верхняя, вот, затраты топлива за месяц, стоимость за месяц в гривнах, стоимость за отопительный период 7 месяцев в гривнах, вот, видите, да, самое дешевле 2500 гривен, все остальное 997, 7 это твердотопливный котел, ну, там еще, якщо 7000, то там еще геморроя 1000 на 10 будет носить эти все пилеты, дрова, и при наличии отопительного двухзонного счетчика там вообще 2000, видите, получается, вот, ну, примерно мои расчеты, примерно, тут немного больше, вот, вот, получается, видите, самое дешевое отопление, вот, я не зря даже, это, правда, тут еще, вот эта табличка, она тут рассчитана по специальному тарифу, и это за 17-й год, может, я не помню, там, наверное, дешевле, а, по 90 копеек, а, ну, такая сама, такая самая цена, как и сейчас, в принципе, это специальный тариф на отопление до 3000 киловатт в месяц 90 копеек, вот, пожалуйста, о, тепловой насос, видите, две, даже 2000, при наличии двухзонного счетчика у вас выходит за отопительный период, 2500, это без двухзонного, вот, так что это действительно самое дешевое отопление, самое дешевое отопление, ладненько, в следующем видео покажу уже, как я сделал, усилил свой солнечный трекер, чтобы он не шатался, ну, что-то мне много писало, что писали мои зрители, что надо усиливать, я его усилил, покажу, как усилил, вот, и еще там у меня будут интересные видео по отоплению, ладненько, всем пока, до следующих видео,